Почему в Армении никак не успокоятся? Почему так сложно жить в мире с соседями? Мир знает немало войн, по окончанию которых страны вновь налаживали отношения. Азербайджану и Армении придется сосуществовать, но это пока не укладывается в сознании армянского народа. Причина же тому его психология национализма, которую после стольких лет сложно поменять. Так считает Альберт Исаков, бывший житель Баку еврейско-армянского происхождения. Но дело в том, что если людям с детства внушается, например, что они великие, что этот мир, он был создан в принципе ради них, что он существует ради них, что все в этом мире вращается, крутится вокруг них, что у них некая великая историческая миссия мирового масштаба. И вдруг оказывается, что они гроша ломаного не стоят, не в человеческом смысле, не тем более в политическом, государственном, в военном смысле. И люди оказываются в состоянии какой-то перманентной фрустрации. Что я могу сказать по этому поводу? Мне кажется, что проблема здесь более психологического, более глубинного характера. Например, есть люди, если взять, например, отдельного человека, да, которые попадают по каким-то причинам в состояние депрессии, в стрессовые состояния, в различные психологические состояния. Большинство людей быстро выходит из этих состояний. Но есть люди, которых заклинивает в каком-то определенном месте. Они зацикливаются. Мне кажется, что сознание этого народа в определенном месте просто заклинило на каком-то историческом повороте. Когда-то им навязали какую-то идейную националистическую повестку, внушили какие-то определенные идеи. Иными словами, промыли мозги людям. Но повестка сегодня сменилась. Она исчерпала себя. Они уже не рассматриваются. Они уже не нужны в качестве какой-то буферной, понимаете, прокладки. Тема эта исчерпала свой исторический срок. Она уже не востребована. Мир уже другой. Мир уже глобальный. Он движется другими интересами. Повестки создаются абсолютно другие. Они не могут это осознать. Я имею в виду именно в сознании народа, вот в этом коллективном сознании, в мозгах, прежде всего, идеологов народа, нации, интеллигенции, его элиты, его лидеров, вдохновителей. Всех, кто ведет этот народ, им нужно просто пересмотреть. Им нужно сменить свой курс. Совершенно задать абсолютно иной вектор своего дальнейшего развития, своего пути. Но там на сегодня просто тупик. Тупик, прежде всего, идеологический, национальной идеи, политики, отношения внутри, в самом социуме и отношения со внешними, то есть отношения с окружающими странами, народами. Проблема, прежде всего, в человеческом сознании, на мой взгляд. Если его лечить, если его поменять, проблемы исчезнут сами по себе. Спасибо вам. Другого пути, кроме как мирного сосуществования с соседями, у Армении нет. Важность разблокирования коммуникаций еще раз объяснила официальному Еревану и Россия. Сегодня Никол Пашиняна и Владимир Путин обсудили по телефону меры по стабилизации ситуации в регионе. Контакты будут продолжены. Продолжение следует...